Огромный перечень нарушений международного права России пополнился ещё одним незаконной попыткой взять под управление Запорожскую АЭС во временно оккупированном Энергодаре. 5 октября президент России Владимир Путин подписал указ, в котором распорядился забрать Запорожскую АЭС в собственность Российской Федерации. На это сразу отреагировали в украинском МИДе. Решительно осуждаем это преступление ещё больше, усиливающее риски и угрозы в сфере ядерной безопасности, вызванные российской оккупацией из АЭС. Призываем все государства придерживаться последовательной позиции в обеспечении обязательных политических, экономических и правовых последствий для государства-террориста за все его преступные и противоправные действия. Из официального заявления Министерства иностранных дел Украины. По информации BBC, украинский персонал Запорожской АЭС, которая уже больше семи месяцев находится под российской оккупацией, стали шантажировать. Если люди не подпишут документы о переходе на работы в Росатом, их могут заставить воевать на стороне России. Россия относится к гражданской инфраструктуре Украины как к военному трофею, стремясь лишить контроля над собственными энергоресурсами. Лора Холгейт, посол США в МАГАТЭ, в интервью Блумберг. В украинском энергоатоме в ответ заявили, что ЗАЭС будет продолжать работу в Украине, согласно украинскому законодательству. После похищения оккупантами генерального директора Игоря Мурашова руководить станцией будут из Киева. Временно исполнять обязанности генерального директора Запорожской атомной станции будет президент энергоатома Пётр Котин. «Все технические вопросы эксплуатации энергоблоков будут по-прежнему решаться техническим персоналом ЗАЭС по согласованию с Центральным офисом компании. Будем и дальше работать в соответствии с украинским законодательством в украинской системе в энергоатоме». Но попытки России аннексировать Запорожскую АЭС не должны остаться незамеченными, считает советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. «Попытка юридического рейдерства Запорожской атомной электростанции со стороны России требует немедленной реакции. Первое – санкции в отношении Росатома. Второе – остановки строительства всех атомных объектов с участием России. Третье – отказа от каких-либо партнёрств с Россией в атомной промышленности». Михаил Подоляк – советник руководителя Офиса президента Украины в Твиттер. На фоне эскалации событий вокруг Запорожской АЭС в Киев с визитом отправился гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Перед отъездом он написал в Твиттер, что необходимость в создании зоны ядерной безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции сейчас актуальна, как никогда. «Будьте уверены, российский лидер сейчас внимательно анализирует реакцию мира на организованные им псевдореферендумы на украинской земле и на объявления об аннексии нашей территории. Что именно его интересует? Очень просто. Его интересует, есть ли у него ещё потенциал для эскалации. Если сейчас реакция мира будет слабой, Россия придумает какую-то новую эскалацию. Вы видите, что спектр преступных действий этого государства очень широк». Министр энергетики Украины Герман Галущенко призвал государство Большой Семёрки ввести санкции против Росатома, поскольку действия России являются грубым нарушением международного права и основных принципов ядерной безопасности, защиты и гарантий. Всё это полностью подрывает усилия МАГАТЭ по стабилизации ситуации вокруг ЗАЭС.